Время культуры Известный барнаульский живописец Анатолий Щетинин стал достоянием Сибири. Золотой почетный знак в номинации «Культура и искусство» он получил первым в Алтайском крае. Как написано в свидетельстве, награду Анатолию Прокопьевичу вручили за сохранение культурных традиций и организацию школ художественного творчества. В Краевой филармонии выступила блюз-дива из Чикаго Шерон Льюис. Это ее не первый визит в Барнаул. Говорит, нашу публику любит, и поэтому выступать здесь, особенно с презентацией нового альбома, для певицы – особенное удовольствие. В Театре кукол «Сказка» готовят к премьере «Волшебника изумрудного города». Ставит его московский режиссер Елена Чверткина. Это ее третья постановка на Барнаульской сцене. До этого была «Золушка» и «Спящая красавица». В новом спектакле будут 3D-эффекты и инсталляции. Премьера 11 марта. А в Театре музыкальной комедии ставят оперету Штрауса «Цыганский барон». В главной роли новичок трубка и артист Насимина Риманов. Режиссер-постановщик Константин Якоблев. Что у них получится, увидим в начале марта. Премьера «Музкомедия» даст только 7 марта. В галерее Турина гора уже работает новая выставка. Авторы картин сразу семь известных алтайских живописцев. Чему они посвятили экспозицию, узнаете далее. Так, под звуки ситара в Туриной горе открыли выставку, посвященную гранату. Древневосточная эмблема солнца, греки говорили, ягода наполнена кровью самого Диониса. А еще это символ плодородия, бессмертия и любви. Барнольдские художники изучили многовековую историю граната, чтобы получились эти картины. Я была в Греции два раза, и там это излюбленный символ. Считается, что он символизирует богиню любви Афродиту. И, как утверждают греки, я ни разу не проверяла, хотя хотела, чтобы в гранате всегда 365 зернышек, ровно столько, сколько дней в году. Я постаралась в своих работах, чтобы там воплотились вот все эти символы. И вечность, и любовь, и выносливость, и сила. Вместе с Верой Бочковской на выставке представили свое творчество Елена Волкова, Светлана Милантьева, Арам Маэлян, Елена Вахненко, Евгения Октябрь и Юлия Кикоть. И это не только живопись, но и графика, роспись по шелку и керамика. К каждому экспонату у художников был свой подход. Казалось бы, к решению простой задачи изобрести гранат многие шли годами. То, что тебе неподступно, неподвластно, то, что тебе брыкается, сопротивляется, все хорошо. И потом тебя это манит, как любого человека-охотника, это достижение цели какой-то, интрига. По словам художников, эту выставку они посвятили не только для всех влюбленных, но и в путь победы. Ведь именно они взяли гранпри первого фестиваля современного танца «Розетка». Успевайте с гранатовым позитивом в турином обдохновения вновь готовиться к конкурсу. Не жалея сил, оттачивают каждое движение. Фестиваль современной хореографии «Розетка» второй раз соберет в краю столицы сотни танцовщиков со всей страны. Оценивать участников будет Светлана Лутошкина, хореограф проекта «Танцы на ТНТ». К чему молодым танцорам нужно быть готовым, узнаете далее. В этом году коллектив выставляет на конкурс четыре группы в разных возрастных категориях. Секрет успеха прост, слаженная работа и любых танцев. Мы работаем в направлении современной, как раз в контемпорере у нас направление. Любим мы его очень сильно. Стараемся сейчас максимально подготовиться. Соперники бордовольских участников – танцовщики от 7 до 30 лет. В основном это танцевальные группы из Алтайского края. То есть это будет наш результат. Также в этом году на фестиваль приедут коллективы из Новосибирска, Кемерово, Красноярска и Забайкалья. В жюри конкурса именитые хореографы из других регионов, в том числе из Москвы. Светлана Лутошкина, хореограф проекта «Танцы на ТНТ». Это, естественно, работает, работает. То есть у нас нет такого, что мы там расслабились и все. Вот, у нас с Виктором Семеном нет такого. То есть мы должны вот прям упорно идти к своей цели и, в принципе, ее добиваться. Всех любителей современного танца и яркого профессионального шоу ждут 26 февраля в ДК города Бурнаула. Будут у нас таких городов, как Москва, Красноярск и Новосибирск. Это разные по направлениям специалисты, представляющие контемпори, стрит направления, а также современное искусство в целом. Это люди, которые не знакомы лично. Это люди, которые видят здесь и сейчас и оценивают непосредственно уровень хореографии. И в конце выпуска очередной сингл от барнаульских музыкантов. Рок-группа «Волны» выпустила мини-альбом «Одержимость». И прямо сейчас премьера их немного агрессивной, политизированной песни полным ходом, эксклюзивно в рубрике «Мосблок». Рок-группа «Мосблок» Громен, смотри, он весь слегка умещается. На ладони электрический свет выключается. Скоро волны выйдут из берегов, по равнинам раскатятся. Только помни, все хорошо и жизнь продолжается. Все хорошо и жизнь продолжается. Наши бомбы летят лишь на цель, мы ни в чем не раскаемся. Башни, холод, мир на глазах есть, а тема сменяется. Страшно, больно, если так и пойдет, мы не успеем составиться дальше, больше. Скоро от нас ничего не останется. Скоро от нас ничего не останется. Скоро совсем ничего не останется. Скоро совсем ничего не останется. Полным ходом Идет подготовка к великому празднику Громко к хорам Приветствуем тех, кому надо понравиться Жестом, словом Нам укажут, куда нам лучше отправиться Но без песней второй она Туда откуда не возвращаются Все хорошо и жизнь продолжается там Откуда не возвращаются Все хорошо и жизнь продолжается Там, откуда не возвращается Все хорошо и жизнь продолжается Там, откуда не возвращается Все хорошо и жизнь продолжается Там, откуда не возвращается Слушайте хорошую музыку, чаще ходите на концерты или смотрите их в эфире нашего телеканала. Да и вообще проводите время культурно. Увидимся ровно через неделю.